Всем привет! С вами сегодня снова я Виктория Крокус и сегодня я вам расскажу о новости, которую я узнала совершенно недавно. Это то, что в университете на этой сессии я буду сдавать экзамены дистанционно, то есть у нас будут онлайн занятия. Я не знаю еще пока точно в зуме или где, но зная свой университет, я уверена, что у нас будут спрашивать по полной программе. Нам задают миллион заданий и я буду в дедлайнах на протяжении месяца до конца мая, до самого последнего числа. В этом есть и плюсы и минусы. Например, какой плюс я в этом нашла? Это то, что мне не будут тратиться на работы картриджи, которые я покупаю на каждую сессию по 1000 рублей. Бумага, конечно же, это также плюс для окружающей среды, потому что эти рефераты, они никому не нужны. Я напечатаю 40 страниц. В лучшем случае, если все будет правильно, я с дамой не будут лежать, либо же я буду еще заново печатать, но, короче, плюсы тоже есть. Также я не буду тратить деньги на бензин, маршрутки или же на такси, ну, смотря там, на чем я еду. Я буду меньше времени тратить на то, чтобы ждать, когда придет учитель там или на дорогу. Теперь о минусах. Это, конечно же, я думаю, будет довольно сложно, потому что все эти задания нужно будет делать самостоятельно, вовремя, для того, чтобы мне ставили оценки, зачеты. Напишите в комментариях, наверняка каждый из вас уже учился дистанционно и продолжает учиться, может быть, кто-то уже закончил. Пишите, какой у вас опыт с дистанционными занятиями, нравится вам это или нет, или вы лучше бы ходили в школу или в универ. Итак, давайте я вам расскажу, что же меня ожидает, и мы с вами будем готовить, во-первых, канцелярию, которая мне пригодится для дистанционки. Я покажу вам, как пройдет наш первый день учебы. В моем универе вообще была дилемма, учиться очень непонятное дело, что дистанционно, а про нас там думали перенести на осень. Но я рада, что мы сейчас все сдадим и все. Не хочется тянуть. В общем, так, смотрите, вот что мне нужно будет сдавать. У меня куча экзаменов, это должно было быть очень сложно. Не знаю, как это будет на дистанционке, а потом, конечно же, расскажу о своих оценках. Так, у меня будет экзамен по английскому, будет экзамен по исследованию связи с общественностью, основы теории коммуникации, экзамен, социология зачета, стилистические основы рекламы пиар-текстов зачет, теория аргументации экзамен, теория организации экзамен, философия бизнеса экзамен и как бы практика, но это уже вряд ли. Когда я видела это расписание еще год назад, у нас оно все доступно, то есть те экзамены, которые мы будем сдавать, мы об этом знаем заранее. Я думала, что это будет самая адско сессия, потому что за все 4,5 года учебы такой огромной сессии с таким количеством экзаменов у нас не должно было быть. Но видите, как повернулась жизнь, потому что я этого боялась. Ну вот, мы будем все сдавать дистанционно. Так, во-первых, что я хочу приготовить, это свой, конечно же, ежедневник, потому что если я не буду записывать задания, которые нам задают ежедневник, то я вряд ли успею что-то сдать и наверняка у меня останутся потом долги. Я сейчас иду без долгов, мне не хочется их переносить. Я обязательно все буду записывать ежедневник, я уже приготовила тут свои любимые текстовые делители Стабила, но разных цветов. Пока приготовила эти, где можно будет доложить. Так, потом я пишу обычно черная ручка или синий, мне нравится вот эта вот черная, ее нужно будет приготовить, потому что мы наверняка будем что-то записывать. Нормальная черная ручка. Самое главное, конечно же, свой ноутбук с выходом в интернет. Мне придется сидеть дома, даже на дачу я не смогу поехать, потому что интернет хороший только дома, и мне нужно будет постоянно сидеть в этих конференциях, отвечать даже, наверное, будем по вебке, с микрофоном, там по-английски рассказывать, что тут наша учительница, которая очень строгая у нас учительница по-английскому, она не то, что строгая, она очень придирчивая. Так, потом мне наверняка нужна будет тетрадка, все-таки перед тем, как сдавать экзамен, у нас будут какие-то лекции, и я должна буду записывать то, что мне нужно будет потом на экзамене отвечать. Я не хочу брать тетрадь, которую я носила в универе, я хочу взять что-то другое. Вот думаю, какой блокнот или тетрадку взять. О, точно, вот эту возьму. Я выбрала тетрадь с лимончиками, потому что она такая очень фреш, свежая, в клеточку, весенне-летняя, и мне приятно будет в ней заниматься. Преподаватели у нас все продвинуты, я уверена, они будут нас заставлять себе в WhatsApp присылать какие-то конспекты или лекции, которые мы пишем в тетрадках, поэтому, я думаю, я ее и спешу. Но я не буду под каждый предмет отдельно тетрадь брать, у меня будет все, на все одна тетрадь. Просто нам нужно же ставить за что-то оценки, а если мы не будем работать, нам просто так не поставят, это 100%. Если в техникуме, где я раньше училась, нам бы поставили, тут у нас все очень строго. Карандаш мне, если честно, за два года понадобился всего лишь один раз. Ну, вот у меня тут карандаш, ластик, закладочки. Давайте перенесемся уже на мой первый учебный день на дистанционке. Я вам расскажу, покажу, как я буду заниматься и, надеюсь, вдохновлю вас, потому что, ну, у многих еще учеба. Сегодня утром мне пришло письмо от преподавательницы по английскому, ну, то есть не только мне, на всю нашу группу сразу оно пришло. Я сейчас буду заполнять ежедневник и хочу вам рассказать, что нам задали по английскому. Это, наверное, первое задание, которое я буду делать. Упражнение по заданию «Перевести из текста, выписать 15 новых слов, учить их, составить план пересказа текста по английскому». Перевести вот это. Прочитать, перевести этот текст, выписать отсюда 15 новых слов, выучить их и также подготовить план пересказа по этому тексту. Перевести вот это упражнение и вставить пропущенные слова. Первым делом, когда я собираюсь учиться, я захожу в музыку. У меня тут есть классный плейлист, который называется «Стади». Первое задание, с которого я начну, это перевод текста и выпишу 15 новых для меня слов. Очень ароматная свеча с новым летним вкусом мохито, кубинский мохито. Оказывается, есть свечи с летними запахами. Очень аппетитная тетрадка летняя, в которой мне приятно писать. Субтитры сделал DimaTorzok Я прочитала текст полностью и выписала незнакомые для меня слова. Сейчас я буду их переводить. Я сейчас пью витамин С. И он у меня в апельсинках мармеладных. Сейчас покажу вам. Может быть, многие из вас знают, что в планировом ежедневнике я вставляла листки только с января по июнь. И сейчас я хочу вставить оставшиеся листки где-то до октября, я думаю. Аня, давайте сразу до конца года вставлю. Чего тянуть время? Вставила все разделители до конца года, до декабря месяца. Блокнот стал в два раза толще, в два раза тяжелее, но зато удобно, что я уже могу все планировать до конца года. Я тут сижу рисую маркерами, как выглядит, в общем, примерно первое задание, которое мы должны будем выполнить. Так, внимание, задание из университета. Вот контрольная работа по предмету стилистических основ рекламных и пиар-текстов. Довольно-таки, мне кажется, полезно. Четвертый семестр. Обязательным является рассмотрение следующих видов лексики. То есть, это типа реферат. Нужно будет добавить описание вот этих вот слов. Контрольная работа – это отчет студента о его наблюдениях за текстами изучаемой сферы. Требования к оформлению, научный стиль, единая терминология. Структурные элементы, титульные листы. Потом готовую работу нужно будет скинуть на электронную почту преподавателю. Это пример титульного листа. Методические указания. Это все нужно читать. Про то, сколько страниц должна быть работа, как все это оформлять правильно, потому что, если неправильно оформить, у нас не принимают. Вот шрифт, кегль и все такое. И все работы я печатаю вот в этом вот приложении Microsoft Word. Оно есть на маке, но оно платное. И почему я занимаюсь на старом компе? Меня многие спрашивали, почему я именно тут все делаю. У меня же там новый ноутбук, новый макбук. Все очень просто, потому что сюда я скачала бесплатно это приложение довольно-таки давно. Поэтому сейчас здесь и занимаюсь. Я думаю, что нужно в ближайшее время скачать на мой ноутбук. Может быть, я как раз сейчас этим займусь. Просто тут привыкла, поэтому тут и делаю. Это макбук Air, он довольно-таки старый, но он все равно хорошо работает. И все есть то, что нужно. Все, я сажусь сделать задание. Буду как раз сейчас выполнять эту контрольную работу реферат. И обязательно все, что я буду находить, писать определение, это нужно будет выучить. Субтитры сделал DimaTorzok Первое задание я сделала довольно быстро. Конечно, его еще нужно оформить, там титульный лист и прикрепить также какие-либо примеры и картинки. Сейчас я буду делать задание, которое нам задали сделать на iPad, либо в Photoshop, но для меня это iPad. Нам уже задавали работу на iPad, которую мы должны были сделать. Это мы делали зимой, на зимней сессии. Работы я вам не могу показать, но это была своя визитка и свой логотип. Логотип у меня был вот такой, который я просто за несколько минут сделала в фиксарте. И мне, кстати, преподавательница поставила 4, но не только за это, а за другие работы, которые я нарисовала. Apple Pencil Также я там у нее тест прорешала, но, в общем, мне пригодился мой iPad. Сохранить. В сегодняшнем видео я вам не стала много показывать того, как я учусь, как я делаю задания, потому что я хочу снять об этом отдельное видео, посмотрим, понравится вам это видео или нет. И напишите в комментариях, если хотите, то сниму просто там 10 минут, как я учусь, что я делаю и буду вам все рассказывать. А сейчас я хочу немного передохнуть, потому что я почти полтора часа делала всякие разные задания. Сейчас я читаю книгу Джеральда Даларелла «Три билета Дэдвенчер» и перемещаюсь в джунгли. Представляю, как я гуляю по этим джунглям, знакомлюсь с разными животными. Так, у меня уже 48-я страница, начала читать сегодня утром. И еще помимо этого я также рисую много, но об этом тоже я отдельное видео всегда снимаю в своих рисунках, поэтому сегодня не буду показывать. Спасибо вам за то, что посмотрели это видео. Мне еще предстоит очень много учебы и, наверное, многим из вас. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была я, Виктория Крокус. Всем пока!